ну то есть ты как бы зависишь от успеха ну вот допустим униженность матери перед ребенком олег геннадьевич мой сын со мной не хочет разговаривать видеть меня не хочет что это такое униженности то есть желание наслаждаться ребенком свой ну как у тебя дела у тебя все хорошо мама давай поговорим завтра я сегодня устал почему он не хочет не разговаривать потому что раз него конючат счастье надо как звонить сыну мой сынок я рада что это все нормально ну то есть надо его вдохновлять радоваться ему шутить с ним ты еще не развелся с этой дурой как с ней разговаривать означает что она привязана к счастью своего сына конючит от него счастье той женщины живет чужим счастьем ну счастьем те кого она любит она конючит из него часть сынок о сыно слушай ну это давай поговорим завтра почему да она потому что мы тяжело не выносимо говорить просто оно возбирает все силу вытягивать это называется унижение униженное состояние перед своим сыном почему унижена потому что будь самодостаточной, живи своей жизнью. Ты не зависишь от этого сына, он уже взрослый. Он от тебя не зависит от него. Ты можешь подарить ему только благословение свое, милость, больше ничего. Все. Защита, прибежище от тебя, уже все, он уже не нуждается в прибежище, в этой защите. Ну только милость. Милость означает, что ты не беспокоишься о нем, что ты его вдохновляешь, наоборот. Он говорит, мама, у меня на работу ничего не клеится. Да ладно, все нормально у тебя будет, все хорошо. Спасибо, мама, что-то полегче, все. Самодостаточная мама. Говорит, почему мой ребенок меня не любит? Станьте самодостаточной мамой. И вот если он почувствует, что ему не хватает мамы, не хватает жизни, тогда, допустим, заболел, к маме сразу бежать. Почему? Потому что самодостаточная мама супер просто, понимаете? Самодостаточная мама. Означает, что ее не хватает. Почему не хватает? Почему ребенок хочет к маме? Потому что она не зависит от ребенка, она не унижена в отношениях с ним. Она зависит от Бога, от добрых людей, делает добрые дела, живет правильной жизни, на полной жизни. И тогда ребенок не хочет расставаться в своем сердце с ней, потому что ребенок всегда будет нуждаться в родителях, если они самодостаточные. Вот, допустим, маленький ребенок, он всегда нуждается в родителях, потому что они самодостаточные. Вот. Но когда он вырастает, это ничего не меняется. Но если мама начинает зависеть от ребенка, тогда она не будет с ней общаться, потому что это другие отношения. «Мама не должна зря, сына!» Брагословляйте своего ребенка, дарите ему радость, счастье, никогда не печальтесь рядом с ним, не сомневайтесь, что у него все будет хорошо, не думайте, не как бы, ну, не нудите перед ним там, не пытайтесь, не пытайтесь заставить его жить иначе. молитесь за его жизнь. Если он вас просит, а это значит, что вы хорошая мама, дайте добрый совет, но это не значит, что обязательно он его исполнит. Понимаете, дайте ему возможность жить, потому что вы же сами точно так же ошибались в жизни, как он. Почему вы не даете ему возможности? Станьте самодостаточными родителями, и это что сделает? Удачу в сердце ребенка принесет. Есть только один вариант быть самодостаточной мамой. Это молитва. Молиться за ребенка. Больше ничего не надо делать. Если ты в молитве победила его судьбу, он тебе звонит, ты спокойный уже. И он от тебя берет спокойствие.